Вечерняя Москва 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 в трех этапах. Первый этап – это предвкушение, когда мы предвкушаем какое-то радостное событие. Второй этап – сама реализация, само событие, оно может быть тоже приятным. И третий этап – награждение. Это когда мы после праздника вспоминаем события, которые произошли, как мы этот праздник провели, и нам хорошо, приятно, радостно. Так вот, вот эти три этапа – они важны. Есть люди, которые на этапе предвкушения вырабатывают огромное количество дофамина, что когда приходит вот это желанное событие, оно не радует. Встречались с такими случаями? Там человек, например, заказал автомобиль, и он к нему едет, и он счастливый, он радостный, он ждет поставку этой покупки, и вот приходит эта покупка, а той радости, которая была в предвкушении, он не испытывает. Или мы ждем тех же новогодних или майских праздников, и вот они приходят, а кайфа вот того, которого мы ожидали, уже нет. Почему это происходит? Потому что на первом этапе, на этапе предвкушения, мы слишком сильно предвкушали, слишком сильно радовались. И израсходовали больше, чем нужно. Да, больше, чем нужно. Поэтому вот момент события нас уже не так радует. И вот это вот важно держать себя в рамках. Не нужно слишком сильно радоваться, не нужно слишком сильно печалиться. Вообще баланс – это идея того самого счастья каждый день. Не качели эмоциональные, не вот эти дофаминовые ямы, да, когда мы израсходовали много, и потом попали в яму. Кстати, вот этот вот момент у игроманов, он очень сильно вот завязан на дофамине. Когда игроман приходит, например, ну скажем, в казино, да, или во что-то он там играет, он выкладывает, он предвкушает добычу, что он выиграет, он ее видит в своих глазах, ему кажется, вот он самый выигрыш. Но мимо. Но все-таки нам хочется праздника, нам хочется вот этого. Хочется праздника. Не зря это сравнение с игроманией, я понимаю, что… Да, поэтому человек думает, а, ладно, вот и это дает дофамин. Он говорит, ничего, в следующий раз выиграем. Вот это такая ловушка этого гормона нейромедиатора, дофаминчика, что вот он вот таким образом нас как обманывает. И тут важно не, скажем так, не отдаваться дешевому дофамину. И давайте я расшифрую, что такое дешевый, а что такое дорогой дофамин. Почему? Потому что это важно, и это как раз и есть тот баланс, который мы можем удерживать в жизни для того, чтобы быть счастливым каждый день. Ну, собственно, нам нужно, если я вас правильно понимаю, нам нужно праздники превратить в добычу дорогого дофамина, а не дешевого. Соответственно, вести себя в праздники определенным образом. В том числе. Но когда мы ставим себе вот эту вот историю длительную, то есть дешевый дофамин – это быстрый. Где мы его получаем? Скроллим ленту соцсетей. Вкусненькая еда. Да. Посмотрели какой-то фильм. Быстрые удовольствия, разовые. Дофамин тот же. Он по химическому составу, он точно такой же. Но здесь ошибка в том, что этот дофамин, он нас как бы развращает. Человек не растет. На петле обратной связи длинной в его жизни. Качество его жизни ухудшается, потому что человек не способен получать вот этот вот дорогой, вот этот вот долгий дофамин. А долгий дофамин, он приходит от достижений. Это когда мы ставим себе какую-то цель длинную, например, достичь в карьере какого-то результата. И мы из месяца в месяц, из года в год, мы к этой цели идем, мы преодолеваем трудности, мы получаем вот те свои заветные миллионы, скажем, ради которых мы там шли к этой цели, да, или мы получаем заветную любовь, когда ухаживаем долго за женщиной, да, не разово, а вот долго, когда этот процесс непонятно, как он закончится. И этот дорогой дофамин, который нас развивает и делает личность личностью высокого уровня, когда человек начинает ежедневно получать счастье от жизни, от своей деятельности, потому что он в удовольствии. Когда мы едем на любимую работу, мы в предвкушении вот этого удовольствия от работы. Вот раз мы начали про работу, самый, наверное, трудный период для всех, это как раз первая неделя, ну, может быть, две, после затяжных каникул, либо после отпуска. И здесь даже любимая работа иногда, и вообще вся остальная жизненная рутина не вызывает удовлетворения, удовольствия и желания этим заниматься. Вот как в этот период помочь себе, что с нами происходит, да, в этот период, как включить эту осознанность, чтобы не провалиться в яму? Есть прекрасный инструмент, и он как никогда полезен именно в начале года, именно в период после праздников, это планирование. Для того, чтобы получать удовольствие в первые недели после праздников, нужно начать планировать свой отдых. Вроде только же отдохнули. Да, только отдохнули. Но выходя из этого отдыха, для того, чтобы себя, скажем, завести на вот эти вот рабочие будни, на вот этот долгий дофамин, на долгое получение удовольствия, мы сначала планируем себе удовольствие. То есть мы планируем отпуск и желательно прописываем в течение года, где сколько раз я могу отдохнуть, я хочу отдохнуть и могла бы отдохнуть, или мы могли бы семьей отдохнуть. Прописать эти моменты, посчитать, сколько вам на это нужно ресурсов, распределить ресурсы. Тогда появляется стимул и вот та самая мотивация начать зарабатывать на это ресурсы. Когда мы прописываем удовольствие вот на протяжении года, дальше мы должны прописать удовольствие на протяжении месяца. Что значит на протяжении месяца? Это то, что вас наполняет. Походы, например, в спа, или мужчины в баню, может быть, с друзьями, или посиделки с подружками, или же походы в какие-то консерватории, театры. Что именно вас наполняет? То есть если вы понимаете, что меня это наполняет, значит я свой месяц хотя бы раз в неделю или раз в две недели я ставлю эти мероприятия. Я очень люблю музыку, слушать музыку классическую в зале, или желательно где-то в начале, в первых рядах, там, где я люблю сидеть. И я планирую себе это. Я выделяю время на эти мероприятия. Кто-то любит читать. Запланируйте время для чтения. Потому что у нас всегда бывает масса дел, которые забирают больше наш ресурс, чем дают. И, скажем, такие социально одобряемые вещи, как игра с детьми, не каждой женщине дает ресурс. Есть море женщин, которые от игры со своими же любимыми детьми, да, они получают от этого удовольствие, да, они счастливы в этот момент. Но по факту, когда эти игры заканчиваются, они чувствуют себя опустошенной. И это вполне нормально. А кто-то, наоборот, от игры с детьми, со своими или с чужими получает энергию. Мы все разные, и мы по-разному получаем вот это наполнение. Так вот, пункт номер два – запланировать себе вот эти наполнения. Потому что это ответственность каждого взрослого человека позаботиться о своем состоянии. И именно вот эти моменты и есть забота о себе. Если я вас правильно поняла, то, в общем-то, это планирование, это хорошо возвращает к тому, что даже в нашей рутине должно быть место чему-то расслабляющему. Конечно. Чтобы праздник не воспринимался или отпуск. Как что-то очень редкое, да, когда ты весь год держался, сжимал себя, держал в ежовых рукавицах, и потом вот этот прорыв, да, получился. Так самое интересное, что когда мы целый год ждем вот этого праздника и этого отдыха, он же не получается таким, каким мы его хотим. А почему? Да, действительно. Зачастую. То есть это крайне редко, когда у человека получается. Даже если он что-то запланировал. Потому что, опять-таки, на предвкушение мы выделяем много ожиданий. А ожидания, они, как правило, не оправданные. Наоборот, лучше себе планировать в течение года, вот пусть это будут мелкие отдыхи. Вы понимаете, мы же не можем наесться один раз на все время. Нет. Нам нужно питание ежедневно. Мы не можем выспаться один раз на месяц. Нам сон нужен ежедневный. И желательно определенное количество часов каждый день. А когда мы на праздники рассчитываем как на единственный отдых в году и на отпуск, и мы, скажем, настолько предвкушаем и ожидаем, что мы в этот период отдохнем, как правило, за этот период, кстати, многие очень болеют после новогодних праздников. Почему болеют? Потому что за этот период, наконец-то, организм расслабляется. А когда наш организм расслабляется и не в стрессе, он говорит, о, надо хозяину дать знать, где у нас пробелы. У нас тут сердечко шалит, а вот здесь у нас давление, а здесь у нас вот это и это. И когда человек расслабляется, когда он не в стрессе, в стрессе же мы мобилизируемся, и нам нужно в стрессе многое сделать, нам нужно защитить себя в стрессе. А когда человек уходит на выходные или в отпуск, и он расслабляется, и организм наконец-то понимает, о, время, мой хозяин меня сейчас услышит. И именно в этот момент идут сбои по здоровью. И это здорово, что ваш организм хоть в этот момент вам говорит о том, что, дорогой мой, задумайся, мне нужен отдых. Обрати внимание на меня, я твоя одежда на эту жизнь. Очень важно в этот момент себя услышать и истолковать свой организм. Есть еще определенная категория людей, которые сразу после Нового года начинают воплощать все свои планы, цели, мечты и желания, которые они написали себе на Новый год. Ну что греха таить, я тоже бывает из таких. И сразу же резко набрасываются в эту рутину, на фитнес начинают ходить, на английский язык, на работе какие-то тоже движения активные совершать. Насколько это такая продуктивная стратегия, насколько она безопасна для нас после такого периода отдыха? Знаете, когда мы слишком много на себя берем сразу после вот такого периода отдыха, как правило, до 23 февраля, наш запал сдувается еще до 23 февраля. Потом начинается, начинаю с марта. Ладно, 8 марта пройдет, после 8 марта буду готовиться к весне и пойду там на фитнес. Здесь опять-таки важен баланс. Я опять буду говорить об этом балансе, как о самом важном принципе счастливой и полноценной жизни человека, взрослого, думающего человека. И этот баланс должен быть соблюден. Если вы понимаете, что вы две недели новогодних праздников просыпались в 10-11 часов дня, спать ложились в 2, и вдруг вы вот с понедельника, с 15-го числа, или у нас вторник, понедельник, 15-е число, вы вдруг решаете по полной взяться за себя по всем фронтам, то вы очень быстро сдуетесь, потому что организм скажет, да ну ты что, нормально же все было, зачем это все? И здесь важно постепенно наращивать, постепенно. Не нужно сразу браться за все. Постепенно внедрите, вам нужно войти и в рабочий режим, вам нужно войти и в режим сна-отдыха, вам нужно войти в режим питания, и это крайне важно. Вам нужно войти в режим своей жизни, который у вас был, и потом потихонечку внедрять то новое, что вы себе запланировали. И, кстати, я опять вернусь к тому самому дофамину, потому что когда мы сдуваемся, это, как правило, у нас не хватает дофамина. Когда мы не реализовываем все пункты дня, которые мы себе ставим, ну если, конечно, мы грамотно себе это поставили, а не запланировали себе на каждый час задачу, без воздуха, да, и это нереально осуществить, да, если мы правильно расставили задачи, и при этом мы их не выполняем, это говорит о том, что у нас не хватает энергии. А не хватает энергии, потому что мы куда-то слили эту энергию. А дофамином тоже принимает участие в формировании вот этого энергетического такого настроя, потенциала. И получается что? Нужно тут посмотреть, а что сожрало мою энергию. И, как правило, вот этот вот дешевый дофамин, когда я быстренько посмотрю ленту ТикТоки, или какие-то Рилсы, или что-нибудь такое, запрещенные социальные сети залезу, или просто там в ВК посмотрю какие-то видео. И думаю, вот еще два видео, и все. Ой, нет, еще три. Еще это, и все. И вот это как раз и есть сжирание дофамина. И у нас не остается сил на жизнь. И у нас не остается энергии на жизнь, на реализацию своих целей. И вот здесь я прямо предостерегу всех родителей, у которых есть дети где-то лет до 16, ну, по сути, дети, у которых есть дети. У детей не сформирован в мозге еще не сформирован отдел, который отвечает за то, чтобы прекратить. Дети не могут самостоятельно бросить эти гаджеты и заняться чем-то. Они не могут самостоятельно получить привычку получения дорогого дофамина. Мы к детям, Наталья, обязательно вернемся. Будет отдельный вопрос. Сейчас хочется, в общем, еще понять, насколько вообще опасно или безопасно вот так долго отдыхать, как мы отдыхаем в отпуске. Там две недели, у кого-то три, у кого-то месяц. Новогодние каникулы тоже практически две недели в этом году у нас заняли. Есть ли какие-то нормы? Может быть, две недели – это вообще много для отдыха? Ну, смотрите, две недели – это немного для отдыха. За это время, вот где-то неделю организм перестраивается. Ну, мы… Тело не быстрое. Это такая достаточно ригидная система, которой нужно время перестроиться. И две недели – это как раз оптимально для отдыха. То есть первую неделю идет перестройка, вторая неделя идет реальный отдых. Если мы его делаем отдыхом, а не делаем его застольем, с алкоголем, с перееданием, с недосыпанием, что такое реальный отдых? Это какие-то прогулки, пробежки, с детьми на снег, на какие-то горки, на лыжи, на коньки. Ну, какие-то вот такие вот вещи, да, которые мы не делаем ежедневно на протяжении рабочей недели. Две недели – это оптимально. Это как раз то, что нужно. Неделю на отдых маловато. Две недели – это прекрасно. Поэтому и отпуск лучше делать, брать не кусочками, а лучше брать раз в году, такой двухнедельный полноценный отпуск, для того, чтобы полностью отдохнуть. Ну и, конечно же, отдыхать в выходные дни, и находить на это время хотя бы полдня. И человеку нужно иногда побыть в одиночестве, побыть, как-то наполниться. Это важно. Поэтому это полезно. Длинные выходные, они полезны, они нужны. Как самому вернуться к рабочим обязанностям, вот так, чтобы это было и не снахрапа, как говорится, да, вот я прошу прощения за просторечие, и не долго вливаться, как-то вот сбалансировано. И еще это важный вопрос, потому что ведь у многих остаются какие-то задачи, проекты, цели, которые вот с конца декабря перенесены на Новый год. Вот эта фраза. Ну давайте уже после Нового года. И вот после Нового года начинается огонь. Первое, что нужно сделать, это восстановить свой режим сна, питания, обязательно спорта, прогулок. Если не спорта, то хотя бы прогуливаться. Приезжайте чуть раньше на работу и пройдитесь 15 минут до работы пешком по свежему воздуху. Так, чтобы вы не бежали на работу, а не спеша, не торопливо, наслаждаясь морозом, прекрасной погодой, как-то вот подышать этим свежим воздухом. Мы находимся в основном в помещениях, и сейчас топят хорошо, и сухость, и человеку нужно вот этот вот воздух, он нужен. И мы проветриваем мало, потому что мороз сильный, на 5 минут открыли, закрыли. То есть воздуха недостаточно. Не у всех есть увлажнители воздуха в квартирах. И нам нужен этот воздух, чтобы восстановиться. Сначала номер один – это восстановиться физически. Ну а потом уже браться за работу. Как только вы восстановились физически, а на это нужно в любом случае дня 3-4, иногда до 5, потом вы уже можете входить в обычный свой ритм и дальше добавлять. Не сразу добавлять. Если вы сразу на первой неделе начнете активно добавлять новшества, которые вы себе прописали в целях, то я говорю, 23 февраля вы сдуетесь. Сломаемся. Да. Хорошо. А как детям объяснить, что праздники закончились, Дед Мороз, Снегурочка ушли, подарки получены, а теперь надо снова в садик или в школу и снова нужно делать уроки? А вот точно так же, как и взрослым. Вот мы взрослые что делаем? Прописываем в первую очередь отпуска и удовольствие. Ну вот это прям важно. Тогда у нас загораются глаза и как-то мы иначе смотрим на вот эту вот рутину. Так и детям нужно сказать, все, Дед Мороз уехал и будет в следующем году. Это же очень больно. Нужно на следующий год пожелать что-то новое. А для того, чтобы это новое реализовалось, нам что нужно? Потрудиться. Давай вперед из песни с горящими глазами к новым вершинам. А труд для взрослых – это работа, труд для детей – это садик, школа и так далее. И вот мы потихонечку социализируем детей в нашу систему. Ну, то есть, опять же, не резко отдавать его на новые кружки, возможно? Нет, конечно, нет. Нет, не нужно резко. Никаких резких движений. Для психики любые резкие движения – это всегда стресс. Да вообще любые новые движения, даже не резкие, это всегда стресс. Поэтому, когда мы новшества вводим не одно, два, три, а сразу пять, десять, то это стресс, жутчайший для организма. Мы должны новшества вводить по чуть-чуть. Еще важный момент, который хочется обсудить – это тело. Мы уже его затронули, но часто бывает так, что, особенно у женщин, мы позволяем себе лишнее на праздниках. Мы выходим на работу и с ужасом видим в зеркале, что немножко мы как-то изменились в худшую сторону. Вот как поработать с этим? Как восстановить себя в том теле, в котором ты привык? Или даже похудеть, опять же? Ну, смотрите, опять-таки, поговорить с собой – это должен быть такой внутренний диалог, откровенный, честный. Мы имеем право нарушать свои какие-то ограничения. Допустим, мы не едим ежедневно торты, мы не едим ежедневно оливье, но раз в году, если я этого хочу, я могу себе это позволить. Но я чётко осознаю, что за этим последует. То есть я имею право на слабость, самой себе сказать, я имею право на слабость, я этого хотела, вот я получила результат. Всё прекрасно, идём дальше. Здесь важно не махнуть рукой, сказать, всё пропало, едим дальше, буду толстая и красивая. И счастливая. И счастливая. А здесь, если для вас важно вот это состояние тела, чтобы оно было каким-то другим, потому что для кого-то важно быть как раз кругленькой, пухленькой, аппетитной и сочной. И это тоже нормально. Но если для вас это проблема, что вы набрали вес, то почему? Поговорите с собой и начните заново. Всё прекрасно. Праздники и даётся для того, чтобы мы расслабились и перестали контролировать что-то, что мы контролируем постоянно. Хотя, опять-таки, в идеале дойти до того состояния, чтобы никакой праздник не выбивал тебя. Потому что, когда мы, например, хотим тех же сладостей, но мы постоянно себя в этом ограничиваем, то тоже мы получаем стресс, что я хочу, а мне как бы нельзя. Почему нельзя? Мне можно всё, но я могу этого хотеть, а могу не хотеть. И вот тут уже разобраться, а почему я этого хочу? Что за этим желанием следует? И тут я уже как психолог скажу, что очень часто, если говорить о сладостях, за сладким стоит желание в любви и в красоте. Если женщина любит сладкое, то, как правило, ей либо не хватает внимания, либо она хочет больше красоты. А красоты какой? Или созерцать. Это ходить в картинную галерею, ходить на балет, ходить в какие-то танцевальные шоу, видеть эту красоту. Прямо встречаться с подружками и видеть эту красоту. И тогда не хочется зажрать её, заедать, понимаете? Потому что мы это заедаем, мы эту нехватку пытаемся перекрыть питанием. Или же не хватает любви. Она не чувствует любви. А сладкое всегда с детства мы знаем, что ой, вкусненькое, сладенькое. Вот я тебя люблю, я тебя одобряю, на тебе печеньку, или на тебе конфетку. И в празднике мы себе это ещё и разрешаем, под эгидой праздника, как будто бы. Да, и мы даём себе ещё дополнительно эту любовь, понимаете? И вот когда мы психологически разбираемся с вот этим вопросом, что стоит за моей любовью к сладкому, возможно, за любовью к сладкому стоит нехваток каких-то минералов, микроэлементов и витаминов. И тут тоже стоит сдать чекап, обратиться к нутрициологу и посмотреть, возможно, нужно какие-то витаминки пропить, и у вас не будет такой тяги к сладкому. То есть это вопрос такой очень глубокий, многослойный. И как психолог я могу на какие-то вопросы ответить, но я не врач, не нутрициолог, поэтому я не смогу сказать, какие микроэлементы витамина отвечают за любовь к сладкому. Но все равно прозвучал совет, да, слушать свой организм и в новом году заниматься здоровьем. Я думаю, наши зрители к нему прислушаются. И в заключение вот хочется подытожить таким вопросом, вообще сколько в норме должен занимать этот период адаптации, потому что, может быть, кто-то уже через три дня думает, о, господи, я за три дня не влился в ритм, наверное, что-то не так. А кто-то месяц вливается и застревает немножечко. Ну, это зависит, во-первых, от психотипа человека, от его типа нервной системы, кому-то достаточно одного дня, кому-то вообще праздники – это лучшее время без пробок доехать до работы, понимаете? И у каждого из нас есть такие знакомые. О, здорово, выходные, я без пробок на работу доеду, да? То есть когда работа – это то, от чего человек горит. Мы разные. Кому-то нужно это время, кому-то не нужно. Кому-то нужно времени очень много. Зависит от личных характеристик человека и зависит от того, как вы погуляли сильно. Если вы прям ух, как погуляли, да еще и со сменой часовых поясов, то времени вам вполне возможно понадобится почти месяц для того, чтобы восстановиться. И такое тоже бывает. И это нормально. Зависит все от состояния человека физического, от его природных данных, от его психотипа, да, и типа нервной системы, и от того, как он отдохнул весь этот период. Ну, в общем, главное – дать себе время, но не застревать, настолько я поняла. Да, да. Мы всегда внутренне чувствуем, когда мы идем на поводу у своего внутреннего лентяя-разгильдяя, да, и когда нам действительно нужен вот этот вот отдых. Внутренне каждый человек это четко ощущает и себя не обманет. Спасибо вам огромное, Наталья, за такой информативный эфир. Хочется сказать напоследок, что праздники и отпуск даны нам для того, чтобы отдыхать, и новую жизнь с Нового года действительно стоит начинать. Но, как говорят наши эксперты, это нужно делать дозированно, а не бегом. У нас в студии была психолог, профайлер и физиогномист Наталья Бишлиу. Меня зовут Катерина Рукавичникова. Оставайтесь на вечернем Москве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова